МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Порядка двух тысяч саженцев высадили на территории района участники акции «Лес Победы». Обязательно будем поливать ее и ухаживать, и подкапывать. Песни, посвященные Великой Победе, прозвучали для ветеранов со сцены Развилковской детской школы искусств. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День Победы – праздник со слезами на глазах. Как всегда, в Ленинском районе его отметили масштабно. Днем – памятное мероприятие, вечером – праздничный концерт с салютом. На самой торжественной утренней части праздника побывал наш корреспондент Дмитрий Гнига. У каждой страны есть свой главный праздник, объединяющий все народы. В России это День Победы в Великой Отечественной войне. День, когда мы вспоминаем подвиги наших отцов, дедов и прадедов. С тех пор прошло уже 74 года. Праздничные мероприятия в Ленинском районе традиционно начались в Георгиевском храме города Видное с благодарственного молебна и панихиды по погибшим в военные годы. Затем на Аллее Славы представители администрации муниципалитета, гости праздника и собравшиеся здесь жители возложили цветы к вечному огню, после чего начался торжественный митинг. Почти 33 тысячи жителей Ленинского района ушли на фронт. Они участвовали в боях под Москвой, прорывали блокаду Ленинграда, форсировали, подали в Непр, дошли до Берлина. Ветеран войны Борис Харитонович Канельский вспомнил своих боевых товарищей и тяжелые дни сражений. Слава тем, кто отдал свою жизнь за эту свободу. Вечная память о них будет жить в нас в веках. Да здравствуй, 9 мая, день великой победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Ура! Праздничным маршем по советскому проезду прошли ветераны и дети войны. Курсанты Центра профессиональной подготовки имени Тинькова и юно-армейцы. Самая многочисленная колонна – бессмертный полк. С каждым годом эта акция набирает все больший отклик в сердцах населения нашей страны. У кинотеатра «Искра» ветераны сделали общее фото на память. Мы народ действительно не только наши предки, народ-победитель. И мы такие же. Мы почему? Потому что мы чтим, потому что мы уважаем. И мы стараемся сохранить эту память для того, чтобы передать его новому поколению. Это, наверное, самый патриотичный, самый личный праздник, который у нас есть. Потому что столько трагедий, такая большая победа. Это действительно очень личное переживание. В Большом зале кинотеатра и на улице возле сцены все собравшиеся смотрели трансляцию парада «Победы с Красной площади». Военно-патриотические клубы района развернули интерактивные площадки, где были представлены предметы времен войны. Это не хватало. Вот была стеклянная фляга, которая щупом разбивалась. Очень редко можно было найти. Это ценные экземпляры. Мы их очень бережем. В День Победы все, от мала до велика, вспоминали страшные страницы истории и благодарили фронтовиков. Самое главное – это память и чистое небо. Для меня День Победы – это в первую очередь бессмертный полк. Это, знаете, такое чувство прям необыкновенное, когда собираются не одна сотня людей и все вместе прям проходят. Мне в школе еще рассказывали, что наша Москва почти отступила, но мы собрались и победили фашистов. Мы знаем, что такое война, что такое потери друзей. Мы пережили это тоже. Сейчас рады за то, что мы еще живы, что ветеранов встречаем, провожаем. Для нас это праздник святое. Праздник напомнил нам, что важно не забывать о мужестве и стойкости поколения победителей не только 9 мая, но и всегда. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ. Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» проводится в Подмосковье уже в седьмой раз. За это время было высажено более 11 миллионов деревьев и кустарников, часть из которых взросла и на плодородной почве Ленинского района. Этой акции жители муниципалитета почтили память героев Великой Отечественной войны. Подробнее расскажет Екатерина Коваленко. Тысячи неравнодушных жителей, 48 площадок, где в скором времени пышно расцветут кусты сирени. Так вкратце можно рассказать об эколого-патриотической акции «Лес Победы», прошедшей в Ленинском районе. Впрочем, сухие цифры здесь далеко не самая главная. Цель этого мероприятия, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, добрыми делами вспомнить своих героев и отдать им дань памяти. Мы в неоплатном долгу остаемся перед нашими ветеранами, нашими уважаемыми, родными, дорогими ветеранами, которые отдали свои жизни, положили и отдали свое здоровье, чтобы мы сегодняшние могли радоваться жизни, могли расти своих детей и могли, вот так вот взявшись дружно за руки, посадить замечательные деревья. К акции подключились все поселения. Центральной же площадкой стал Расторгуевский парк. Здесь стараниями благодарных потомков свет увидела целая сиреневая аллея. В плодородную почву были высажены более ста саженцев с говорящими названиями сортов «День Победы», «Великая Победа», «Маршал Жуков», «Алексей Моресьев». И надо отметить, выбор на сирень вполне случайно. Она символ победы. Семилетняя София постоянно помогает на таких мероприятиях своей бабушке Ольге Кузнецовой. Благодаря семейному тандему более десятка деревьев и кустарников растут в разных уголках Ленинского района. И, по словам Ольги, это для них больше, чем просто акция. Чувствуем, в первую очередь, благодарности нашему старшему поколению за то, что было, за то, что они перенесли, за то, что они отстояли нашу Россию, нашу Русь, наш Советский тогда Союз, за то, что у нас есть возможность жить, жить под мирным небом. Семья Жамалиевых пришла в парк в полном составе. Родители считают, что с самых ранних лет детей нужно приобщать к памяти о героях Великой Отечественной войны. Я когда-то сидел на коленках у своего деда, который мне рассказывал что-то об этих ужасах войны. Мои дети не имеют такой возможности посидеть. И они уже, по моим рассказам, все это знают. А оставшиеся ветераны, их уже не так много. И это действительно шанс еще пообщаться с теми участниками, непосредственными участниками этих боевых событий. Высаживали кустарники в этот день не только в парках и скверах, но и во дворах. Семья Ольги Силкиной уже много лет живет в доме на Заводской 24. И женщина прекрасно помнит сиреневую аллею, которая раньше радовала взоры местных жителей. С просьбой возродить этот сад она через социальные сети обратилась к главе муниципалитета Валерию Венцелю. Дедушка войну у меня прошел. Он закончил артиллерийское и потом шел на фронт. Он, конечно, не дожил. Вот его жена моя, прабабушка, мой всю жизнь здесь, в этом доме. Всегда была сирень. Сейчас растут уже наши дети, хочется сирени. И вот дело сделано. Совместными усилиями меньше, чем за четверть часа были посажены 10 саженцев. За судьбой их можно не беспокоиться, ведь шефство над ними взяла бабушка Ольги Людмила Семеновна. Обязательно будем поливать ее и ухаживать, и подкапывать. Я вообще сама любитель и сажать, и сеять. Много деревьев сама посадила, и кустов сирени. Жительница микрорайона Зеленая аллея Юлия Вельчинская также написала руководству района пожелание высадить у ее дома саженцы. Ответ последовал оперативно. Это знак памяти и уважения нашим предкам. Повод выйти, посадить деревья, ухаживать за ними. Все это лишний раз напоминает о героизме. Всего в рамках акции «Лес Победы» в муниципалитете были посажены более 2000 кустов сирени. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Видное ТВ. Как и 74 года назад, так и сейчас весна радует своим цветением и дарит надежды на лучшее. В эти майские дни в каждом уголке нашей страны звучат песни, посвященные той весне – весне Победы. И в совхозе имени Ленина состоялся концерт, в котором приняли участие все коллективы местного Дома культуры. Звучали песни, давно ставшие дорогими сердцу каждого русского человека. Продолжим тему в нашем следующем сюжете. «Весна Победы» – так назывался концерт, состоявшийся в местном Доме культуры поселка совхоза имени Ленина. Каждый творческий коллектив захотел внести свою лепту и подготовить что-то особенное в этот день. Зрители смогли увидеть музыкальные, танцевальные номера, лирические стихотворения, сценки и монологи. В концерте участвовали и юные артисты, и взрослые. В этом мероприятии участвуют все коллективы нашего Центра культуры, потому что это очень такая важная и великая дата. И со всей серьезностью, как вы видите, конечно, участники отнеслись к подготовке. Больше всего на празднике было песен. Через них участники пытались выразить благодарность ветеранам и сказать спасибо за мирное небо. Тех, кто воевал на полях сражений, к сожалению, в совхозе имени Ленина не осталось. Главными гостями были дети войны и труженики тыла, которым тоже, безусловно, следует отдать дань уважения. Спасибо от меня лично, от всех нас, от всей молодежи, которая имеет над собой мирное небо и может только в книжках и по вашим рассказам вспоминать об этих годах. Еще раз спасибо, низкий вам поклон. Четыре поколения семья Стрижаковых проживает в совхозе имени Ленина. Наталья со своим внуком подобные мероприятия посещает регулярно. Вот и сегодня перед концертом они возложили цветы к памятнику павшим воинам. Сама Наталья считает, что очень важно воспитывать патриотический дух в подрастающем поколении. Потому что нельзя допустить повторной такой войны. Поэтому всем здоровья, счастья желаю и победы нам в жизни. Я сегодня возлагаю цветы памятнику тем героям. На празднике работала полевая кухня. Попробовать настоящую солдатскую кашу хотелось всем. Пища приготовлена. Вязкая каша гречневая, чай и, соответственно, хлеб. Кухня предназначена у нас для приготовления пищи в полевых условиях на 130 человек. Тем самым приготовили пищу в соответствии со всеми требованиями, несмотря на то, что в полевых условиях готовили. Нельзя не отметить подготовку детей. Они волновались и ждали сегодняшнего дня с особым трепетом. Военная форма оказалась очень к лицу юному артисту Егору Осадчему. Я сегодня очень долго готовился. Я маму не гладила специальную форму. Я хотела бы всех поздравить с победой и чтобы они никогда не болели. Для сегодняшнего праздника дети подготовили и выставку рисунков, которая расположилась в холле Дома культуры. Тема экспозиции – герои-пограничники. Впечатляет работа Сарычева Леонида, который решил нарисовать своего прадеда. Его прадед Василий Борисов был сын полка. Его родители всю семью разбомбили в Севастополе. И мальчишка любой ценой хотел отомстить фашистам. И его взяли сыном полка на катер. И вот всю войну он прослужил на этом катере. И вот правнук этого героя нарисовал своего дедушку. Плакали, смеялись, пели и танцевали. Смешанные эмоции были у жителей совхоза имени Ленина в этот день. Но главное, что их всех объединяло – это память о подвиге, который совершила наша страна. Анастасия Горелова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ Еще один концерт под названием «Память минувших лет», посвященный Дню Победы, состоялся в детской школе искусств поселка Развилка. Для героев праздника ветераны Великой Отечественной войны прозвучали как новые музыкальные композиции, так и всем известные, любимые. Побывала на концерте Анастасия Воронина. В песнях военных лет хранится наша доблесть, гордость и память о героях Великой Отечественной войны. В детской школе искусств «Дань благодарности ветеранам за мирное немо над головой» отдали артисты поселка Развилка. Мы знаем, что нынче лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах и мужество нас не покинет. Светлый праздник со слезами на глазах музыканты, певцы, актеры встретили вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, в честь которых в этот день звучало много теплых слов и поздравлений. «Сердечно поздравляю вас с этой знаменательной 74-й годовщиной Великой Победы. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, желаю мирного неба над головой и благополучия». «Нам досталась эта победа ценой миллионов жизней на фронтах, в тылу, в концлагерях, сколько погибло наших людей. И вот это главное, что сегодня мы должны доносить до нашего подрастающего поколения». Слова благодарности выражали и юные жители развилки. Николай Родионов признался, что даже вступил в ряды волонтеров, чтобы помогать ветеранам, ведь самым молодым из них 80 и больше лет. «9 мая – это праздник всех ветеранов. Нам надо помнить и не забывать, что они так вот совершили подвиг и столько лет провоевали и дали нам жизнь». В этот праздничный день было исполнено много песен военных лет, а юные актеры детской школы искусств показали спектакль, основой которого стала известная поэма Александра Твардовского «Василий Теркин». «Теркин стал, а может, дед у нее развода нет, сам пилу уберет Анну, как?» В памяти героев, отдавших жизнь за светлое будущее, а тех, кто сражался за Родину, будет вечно жить в наших сердцах. И хочется верить, что будущие поколения россиян будут верно хранить историю Великой войны и передавать ее своим детям. Анастасия Воронина, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ. И о погоде. 14 мая в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможно гроза ночью, плюс 12-14 днем, плюс 19-21 ветер северный, умеренный. А у нас на этом все новости. Всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова